Всю последнюю неделю число вновь заразившихся коронавирусом на Кубани варьировалось от 91 до 93. Общее число подтвержденных случаев достигло 3066. Учитывая, что в целом эпидситуация в регионе остается стабильной, губернаторам было принято решение об ослаблении ограничительных мероприятий с 23 мая. Решение о начале реализации второго этапа выхода из карантина после обсуждения с представителями Роспотребнадзора, медиками, главами муниципальных образований Вениамин Гондратьев озвучил на краевом заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Эпид-обстановка на Кубани находится под контролем. В среднем в сутки из больниц выписывают больше людей, чем госпитализируют. Из 2974 заболевших на сегодняшний день выздоровели 1644 человека. Пока ситуация в крае говорит о том, что мы действуем последовательно, мы действуем взвешенно, мы сегодня контролируем все очаги распространения коронавируса, максимально купируем их, по возможности не допускаем новых, что говорит о том, что сегодня работа осуществляется слаженно, взаимодействие между всеми и битвями власти, и правоохранительными, надзорными, контролирующими органами очень идет слаженно, очень тесно. И я думаю, что сегодня у нас нет пока каких-либо оснований, чтобы не перейти ко второму этапу послаблений в рамках ограниченных мероприятий, связанных с открытием работы дополнительного сектора отраслей экономики предприятий нашего края. Главный государственный санитарный врач края Мария Потемкина добавила, что для выхода из первого этапа ограничений коэффициент распространения вируса должен быть не больше единицы. Свободный коечный фонд составляет 50%, а охват тестированием – 70%. Только при такой динамике можно говорить о снятии ряда ограничений на территории края. На сегодняшний день коэффициент распространения инфекций в крае составляет единицу, наличие свободного коечного фонда составляет 51%, и показатели тестирования у нас составляют 94,2%. Таким образом, на сегодняшний день возможен у нас выход на первый этап. На первом этапе возможно осуществление деятельности, сферы услуг, а также торговли непродовольственными товарами, с учетом ограничений по площади. Никакие торговые комплексы, никакие торговые центры у нас не открываются, только отдельные стоящие магазины. И предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов, в торговле, исходя один человек на 4 квадратных метров. Становится возможным занятие физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров. Также прогулки на улице не более двух человек вместе при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок. С 23 мая будут открыты предприятия строительного и смежного с ним комплекса, парикмахерские салоны красоты, автосалоны, автомойки, магазины стройматериалов, объекты торговли непродовольственными товарами до 400 квадратных метров. При этом необходимо строгое соблюдение регламентов и требований Роспотребнадзора. Кроме того, с 23 мая отменяются пропуски для автомобилей и беспропускное окно внутри муниципалитетов. Будет возобновлена работа общественного транспорта. Исходя из потребности, главы в каждом муниципалитете определяют периодичность движения и количество машин на маршрутах. Движение между муниципалитетами по-прежнему только по красным пропускам. Сохраняется ограничение для въезжающих в край. Обсерваторы продолжают работать. Обязательным остается и масочный режим, а также соблюдение социальной дистанции. Карантин в крае сохраняется до 6 июня. Значит, сохраняется и запрет, еще раз подчеркну, на массовые, спортивные, детские мероприятия. Сохраняется запрет, в том числе, на работу общественных мест, парков, скверов, торговых центров, развлекательных центров. Вот те запреты, которые в рамках карантина и ограниченных мероприятий были введены, и они не отменяются сегодняшним поставлением губернатора, моим поставлением. Значит, запреты сохраняют свою силу, и они продолжают действовать. Я обращаюсь еще раз к каждому жителю края с огромными словами благодарности. Ваша самодисциплина, самоконтроль тех, кто находился дома, позволили нам получить такие результаты. В том числе, благодаря вам, еще раз подчеркиваю, каждому из вас, мы смогли сегодня начать реализовать второй этап выхода из ограниченных мероприятий. Благодаря вам мы открываемся. Постепенно, поэтапно, но мы открываемся, и жизнь снова запускается.